Даша Дилек, с вами Буддистка Кэт. Здравствуйте, дорогие зрители. Сегодня 25 декабря 2019 года, среда. И это будет отдельное видео. По большей части это напоминание для себя же. Ну и поделюсь с вами тоже какими-то своими мыслями по поводу происходящего. Может быть, не все заметили, в каком я состоянии находилась последнюю неделю, но это было состояние какое-то не самое приятное. Я могу себе это, знаете, пропускать, перерабатывать какие-то негативные эмоции, чувства и не показывать их. Но это, конечно, будет неискренне, поэтому я решила записать это видео, чтобы поделиться с вами, что не всегда в моей жизни все позитивно и как-то светло, что у меня тоже бывает бэд карма приходит. И что я делаю, когда приходит бэд карма? Правильно? Я ее очищаю. Самое умное, для чего я додумалась, это начала читать мантру Ваджасатвы. Но у меня передача есть на нее, поэтому я так конкретно взялась. за эту практику. Ну, кажется, все разрулилось, потому что я здесь сижу. А могла бы и не сидеть. Ну так вот, в чем суть истории вообще? Неделю назад я также здесь была. И как-то все было не очень весело мне. И затем, что произошло? Мы со шокой поссорились. Просто в пух и прах. Я не знаю, я не готовилась вообще к этому видео что-то говорить, но... Причины. Причин несколько, но я не могу их называть, потому что это очень личное. Но они есть. Вообще... Суть в том, что индусам надо доверять. Ну, проверять. Да вообще все. Потому что они бывают разные. Вот так я бы это назвала. И вообще суть всего этого, моего жизненного урока, что нужно быть самостоятельной, нужно быть сильной, рассчитывать только на себя. Помочь я сама себе только могу. Больше никто. Не, конечно, может, но... Ладно. В общем, мы рассорились просто. Это просто жесть какая-то начала твориться. Что даже помните, я на почте отправляла посылку. Йогиша встретила. А он мне потом говорит, а Шока мне запретил тебе помогать. Представляете? Я вообще была в шоке. Просто выпала в осадок полный. Вот так вот. Вот тебе и друг называется, да? Такой белый, пушистый. А у него есть и обратная сторона. Вот что я хотела сказать. Я не знаю, буду ли я выкладывать это видео. А вдруг кто расстроится. Но. Но это будет и предупреждение, что вот нацепил розовые очки, будь готов к тому, что они слетят. Могут, по крайней мере, да? Жизнь, она такая. Это сансара. Здесь может произойти вообще все, что угодно. Сегодня ты думаешь, что у тебя есть друг, а завтра он будет самым злейшим врагом. Ох, да, короче, как-то так. Мы помирились, я здесь, все нормально. Но да, урок я запомню. Постараюсь быть повнимательнее с этим всем. Да, вот такие вот дела. Не знаю насчет интервью, кто ждет интервью со Шокой. Может быть, запишем, может быть, нет. Вот это тоже была одна из причин, потому что я его просила. В общем, он такой не очень обязательный товарищ. Но я его понимаю, я его понимаю. Он еще очень занятой. У него тут супер какой-то кредит. Он же на свадьбу там брал. Ему надо платить, ему магазином заниматься. Сейчас он на Бали поехал товары закупать. Там тоже все это самое. Ну, это моя карма. Я это все принимаю, понимаю, очищаю как могу. Да, вот я уже как-то говорила, я еще когда записывала видео с этим самым, о том, как я стала буддисткой, что с осознанием того, что ты сам себе все это создал, всю вот эту вот ситуацию, всю свою реальность, и что, ну, как бы и выйти-то ты тоже можешь из этого всего. С этим осознанием просто легче жить. Поэтому я так хоба, да, что-то не то происходит. Значит, надо почитать мантру Эджиаса Твой. Значит, надо помолиться, сделать подношение. Я все сделала, значит, все. Все стало хорошо. Вот и какие-то подработки еще нашлись. Все замечательно. Не пропаду. Потому что я уже даже, у меня настолько было это самое, такое состояние, не знаю, это не отчаяние было, но просто... Я уже думала, что, наверное, пора ехать домой. Что я тут забыла вообще? Дома-то... Дома-то хоть стены родные. Ну, как-то так. Ну, я пока здесь. Значит, дальше получаем жизненные уроки и идем дальше. Проработали эту ситуацию, значит, все будет как-то дальше. Развиваться я не знаю как. Не люблю говорить вот плохо о людях вообще ничего. Стараюсь, потому что это какое-то мое мнение, но может совершенно не совпадать. Все же зависит от субъекта, воспринимающего объект. Я могу тут порошоку много чего подрассказывать, а он на самом деле совершенно другой. и ведет себя именно так по отношению ко мне, как я вот это вот все и вижу. Как наши души договорились сыграть эту ситуацию, так вот оно и происходит. Это мое видение ситуации, как бы так, да. Наговорила что-то вот тут на 7 минут. Поделилась. Да. Просто, да. Что на душе. Ай, да. Ну ничего. Все будет хорошо. Все будет замечательно. Так что буду трудиться. На благо всех живых существ. Да, и тебя, Осенька, тоже. Оська, иди на улицу полетай. Не кусай. Ладно, я с вами попрощаюсь. Всем спасибо, кто посмотрел это видео. Надеюсь, все-таки интервью выйдет. Мы запишем. Но как бы иллюзии я уже не строю. Насчет ничего не строю. Просто все там думали, ну не все, но большинство, что мы там пара или еще что-то. Вот это тоже иллюзия. Мы не пара. И я теперь даже не знаю, друзья ли мы вообще. Потому что он не друзей, не девушку, не жена. Он себе не ищет, детей он не хочет. То есть, ну совершенно мы разные. У меня какие-то свои цели, у него свои. У него сейчас кредит вот цель, ему надо выплатить. Ну хай платит. А у меня это другое тоже. А мне бы выжить хоть тут вообще, да? Как-то заработать. Ну и мужа там найти. Найдется. Я сильно не заморачиваю. Найдется и хорошо. Так что вот, такие дела. Благодарю за то, что посмотрели, выслушали. Просто делиться это важно, мне кажется. Я не люблю делиться негативом, но дай ты как бы и негатив. Это просто нейтрал. Сейчас уже нейтрал. То есть, я могу спокойно об этом говорить и вся буря эмоций уже прожита. Так что все хорошо. Я не грустная, я трезвая. Все, ладно. Я вас всех очень-очень люблю. Всем лучей добра и любви. Будьте счастливы и здоровы. И чтобы близкие были здоровы. Все. Всем любви и крепкой дружбы. Пока-пока.